девчулики всем огромный огромный приветик и кто случайно попал на мой канал сегодня ко мне пришла клиентка с очень интересными ноготками прошлое покрытие делал другой мастер и перед приходом ко мне клиентка сама сняла покрытие в итоге мы видим тоненькие ноготочки некоторые трамплинообразные с трещинками немного перепиленные ну естественно на таких ноготках маловероятно будет держаться укрепление гелем или базой со свободного края могут начаться от слойки и поэтому большую часть времени я буду подготавливать наш свободный край и делать натуральную арочку точнее даже натуральный изгиб свободного края и первым делом я приступила к шлифовке натурального ногтя нам необходимо до снять старый материал который все-таки был и при опиле я обнаружила что повреждены точки в роста и нету совершенно параллелей а клиентка захотела френч и мягкий квадратик на помощь нам придет конечно же акрилатик на кутикуле и под кутикулу и нас имеется старый материал поэтому пушером у меня не получилось отодвинуть ее и я взяла апельсиновую палочку аккуратно отодвигаю и приподнимаю кутикулу старый материал стараюсь тоже не трогать потому что уберу его уже фрезой беру достаточно острую фрезу пламя с красной насечкой и аккуратными стежковыми движениями начинаю убирать старый материал который находится на кутикуле и под кутикулы аппарат работает у меня на 15000 оборотов работаю я в режиме реверс аккуратными стежковыми движениями вычищаю весь птеригий и приподнимаю кутикулу маникюр был сделан у клиентки недавно но кутикула уже успела подсохнуть поэтому с легкостью отлетает от любого прикосновения аппаратом но эту фрезу я взяла не для того чтобы сделать маникюр а именно для того чтобы вычистить весь материал вот сейчас на среднем ноготочке сразу видно где перепили на . в роста но к счастью она перепелена не очень сильно и чтобы восстановить ее потребуется всего лишь месяц нам нужно будет просто достроить ее поэтому если у ваших клиентов широкие ноготочки не перепиливать и не заужаете в точках в роста лучше достроить материалом и сделайте ноготочек в высоту так визуально ноготь будет уже ну а тем временем я взяла кусачки метгер на 6 миллиметров и начала срезать нашу рваную кутикулу но на этом маникюр наш не закончится даже после среза наша кутикула становится махровая под кутикулой также у нас не до чищены птеригии поэтому я возьму другую фрезу сейчас маникюр я делала китайской фрезой хоть она с красной насечкой но она была достаточно грубая сейчас я взяла уже российскую фрезу также с красной насечкой но она очень мягенькая и ей можно зашлифовать наш срез аппарат включен у меня на 15000 оборотов также прохожусь на реверсе и немного выворачиваю кутикулу потому что сразу видно где я не дорезала при выворачивании я не дотрагиваюсь до родного ноготочка помогаю себе обязательно щеточкой чтобы не сделать перепилов и не перепутать птеригии с пылью сам процесс маникюра у нас был достаточно долгим наверное около 40 50 минут была небольшая сложность снять материал на кутикуле и после чего это все исправить и зашлифовать саму кутикулу убираю пыль и обезжириваю до треска ногти для нашей коррекции мы сегодня будем использовать два разных материала подготавливаю ноготочек точно так же как при укреплении базы гелем или акригелем обезжириваю и тоненьким слоем наношу праймер он у меня с липким слоем и под любой гель под любой акрилатик я наношу базу базу любую можно взять от гель-лака давненько я вам не показывала патрису мне пришел новый материал это комби гель камуфлирующего оттенка в данном случае у меня номер один аккуратненько шпателем переношу шарик акрилатика на торец ногтя смачиваю кисточку в обезжиривателе и прихлопывающими притаптывающими движениями растягиваем материал можно сказать материал я сразу же положила в стресс-зону и уже оттуда тяну материал к торцу и распределяю к точкам в роста мне важно сделать чтобы у нас параллели были все ровненькими где-то достроить где-то под нарастить я очень люблю акрилатики потому что можно сделать даже полноценное наращивание без постановки форм безымянные и средние ноготочки у нас плоские поэтому в стрессовой зоне я делаю немного высоты заметьте что материал я наношу не на весь ноготочек потому что возле кутикулы у нас уже будет гель на самом деле очень удобно использовать два вида материалов одним приподнимать разравнивать да наращивать а другим уже выравнивать у меня кисточка двойная на одной стороне как раз таки кисть на другой шпатель что очень удобно шпателем убираю излишки материала на средний ноготочек капельку ставлю уже побольше потому что у нас как раз таки здесь нету точек в роста немного смачиваю кисть и прихлопывающими движениями разравниваю материал точнее тяну его к точке в роста можно было бы в принципе взять даже гель желе но ноготочек наш плоский и гелем желе пришлось бы делать в несколько этапов и это правая ручка средний ноготочек все мы упираемся именно им когда пишем ручкой поэтому этот ноготь у нас растет еще в бок поэтому визуально мне необходимо сделать его ровным чтобы нарисовать френч немного достраиваю его в правую сторону после просушки я перехожу к пилу убираю сначала длину и ровняю боковые параллели обязательно обращаю внимание чтобы точки в роста наши были заполнены и никакого грубого перехода или надлома не было после опила формы зашлифовываю сам акрилатик и смотрю чтобы все ноготочки у нас были одной высоты и да пускай у нас там будет толщина на торцах это неважно и и я не спиливаю она уберется когда я буду выпиливать родной ноготочек до такое укрепление больше идет скорее всего как наращивание и времени на него уходит даже больше грубо говоря после выкладки мне необходимо выбрать длину сделать форму зашлифовать и боковые параллели особое внимание уделить нижним параллелем так как именно там мы достраивали точки в роста и зашлифовать разровнять сам материал высоту ноготочков мы уже будем делать гелем и вот вот такая толщина у нас сейчас под ногтями беру керамическую фрезу и просто выпиливаю толщину чтобы не было грубого перехода я переворачиваю ручку клиента и сглаживаю материал с родным ноготочком полностью ноготь я не выпиливаю также при таком укреплении можно сделать более выразительную арку но мы стараемся сделать по натуральнее укрепление у нас сегодня будет тоже смарт гелем камуфлирующим от patrice nail цвет называется блажь очень красивый такой бежевый персиковый цвет честно говоря я думала он будет более прозрачным и тут я совершила ошибку наш ноготочек же был забафлен поэтому сперва мне нужно было нанести тонкий промазывающий слой чтобы моя капелька хорошо распределялась было не очень приятно распределять материал так как ощущение было как будто я это делаю по пилке не знаю по какой-то грубой пилки сам гель приятной консистенции не могу сказать что это средняя консистенция но довольно таки хорошо выравнивается и сама распределяется возле кутикулы и боковых валиков кладу материала по минимуму и уже после просушки когда я приступила к среднему ноготочку я сделала как раз таки тонкий промазывающий слой он мне нужен для распределения вот этой вот капли ставлю капельку в центре возле кутикулы и движениями сверху вниз распределяя его по ногтю чтобы гель стал наш окончательно и ноготочек ровненьким перед просушкой переворачиваю ручку клиенты и жду чтоб материал сам разровнялся в нужное мне место френч я рисовала гель краской ну и на этом моменте у меня разрядился телефон перекрыла все финишем без липкого слоя и вот что у нас получилось делали мы эти ногти больше двух часов у меня даже пришла уже следующая клиентка френч мы решили нарисовать тоненьким тем самым удлинили ногтевое ложе чтобы ноготочки смотрелись не такими широкими ну и вспомним с чем ко мне пришла клиентка если бы мы просто их укрепили бы то при отрастании они бы были бы еще трамплинообразнее но и надеюсь вам понравился этот ролик ссылка на патрису нейл будет под этим роликом в описании также под каждым роликом у меня ссылочка на мою страничку в инстаграм там я каждый день так что если у меня здесь выходят реже ролики обязательно заходите на страничку я там постоянно в stories рассказываю о жизни как работают чем работаю о чем болтаю с клиентами ну и в общем полнейшие закулисье также в ленте можно найти различные выкраски конкурсы или маленькие коротенькие мастер-классы ну в общем ладно всем огромное спасибо за просмотр что ставите мне лайки пишите в комментариях всех вас очень сильно люблю всем пока пока